МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В информационной студии телеканала Север Любовь Пермякова. В эфире новости дня. В Нинецком округе случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки не выявлено, но расслабляться ни в коем случае нельзя, заявил на встрече с депутатами регионального парламента временно исполняющей обязанности губернатора Юрия Бездудный. По 12 апреля в округе сохраняется режим повышенной готовности. Со следующей недели учащимся из льготных категорий в школах Наринмара начнут выдавать сухие пайки, а дети в сельской местности будут питаться в школьных столовых в режиме строгих мер безопасности. Дистанционное обучение в школах. С какими проблемами сталкиваются преподаватели, учащиеся и их родители в Ниньском округе, расскажем сегодня в выпуске. За последние сутки в России выявлено 1459 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Умерли 13 человек. Всего зараженных коронавирусом в стране уже более 10 тысяч человек. Ниньский округ, по данным на 9 апреля, продолжает оставаться свободным от инфекции. На самоизоляции находятся 17 жителей Наринмара, прибывшие из-за рубежа. До сегодняшнего дня наш регион входил в четверку субъектов Российской Федерации, где не было выявлено случаев заражения. Сегодня из этой четверки выпала республика Тыва. За последние сутки у восьми жителей Тувы, где ранее не было выявлено случаев заражения, коронавирусом предварительный анализ дал положительный результат. Об этом заявил глава республики. По его словам, вспышка инфекции произошла в селе Ирбан. Туда 21 марта прибыл служащий государственного ведомства из Красноярского края, который до этого уже, будучи зараженным, прилетел из Москвы. Я ни в коем случае не хотел бы драматизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в нашем регионе, но вокруг нас уже очаги. Если вы знаете, один из очагов – это коми. Причем вспышка и распространение пошло из лечебного учреждения. Выведено из обращения крупнейшая больница на 600 койко-мест. Только за последние сутки в соседней республике Коми выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего зараженных 150 человек. 8 из них находятся в реанимации. Трое скончались от COVID-19. Сегодня на посту ДПС на Лаевожской дороге при въезде с Зимника на Ринмар-Усинск установят тепловизор. Тепловизор установлен также в зале прилета на Ринмарского аэропорта. В Нинецком округе с 16 марта введен режим повышенной готовности. У нас в соответствии с планом Минздрава подготовлены, выведены из оборота и находятся в режиме ожидания 79 койко-мест. Что это за койко-места? 9 реанимационных мест. Они полностью оборудованы необходимым медицинским оборудованием и оснащены аппаратами ЭВЛ. Буквально два дня тому назад был в окружной больнице. Посмотрел своими глазами. Действительно, все палаты готовы. Более того, разделена грязная и чистая зона. Мы понимаем, что те люди, которые будут работать с больными коронавирусной инфекцией, это не приходящие люди, которые уходят домой. Это смена врачей, три врача, шесть человек среднего медперсонала и шесть младшего, которые зайдут на вахту на 14 дней, а в последующем еще на 14 попадут на карантин. То есть это люди, которые выходят сразу на 28 дней. Так вот, эти палаты оборудованы всем необходимым. Кроме этого, для врачей подготовлены все места для того, чтобы они могли там жить, питаться и нести эту свою нелегкую вахту. У нас сформированы бригады. Две бригады и одна резервная бригада. Ровно той численности, о которой говорил ранее. Эти бригады прошли обучение дистанционное специально по методике лечения коронавирусной инфекции. Ряд субъектов Российской Федерации с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приняли решение о самоизоляции и находятся в условиях жесткого карантина. В Ненинском автономном округе введен режим повышенной готовности. Необходимости вводить карантин нет в настоящий момент. Карантин подразумевает очень жесткие ограничительные меры. Тогда бы на улицах никого не было, никто бы не работал нигде. Карантин в Краснодарском крае, в Чечне. Если вы посмотрите, все, там даже животных нет на улицах. Поэтому нет необходимости нам вводить сейчас карантин и самоизоляцию. Но и пытаться каким-то образом ослабить вот эти ограничительные меры, которые мы уже ввели, тоже нужно делать очень аккуратно. В настоящее время и по 12 апреля в Ненинском округе закрыты фитнес-клубы. Салоны красоты, предприятия общепита работают только на вынос. Не работают и ряд других субъектов малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в том числе дополнительного образования. По словам Юрия Бездудного, решение в отношении работы этих предприятий или продолжения режима ограничительных мер будет принято в ближайшие дни. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Собрание депутатов сможет проводить сессии в режиме ВКС. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии регионального парламента. Депутаты внесли изменения в регламент собрания депутатов и окружной закон о статусе депутата собрания депутатов Ненинского автономного округа. Неочередная сессия окружного собрания депутатов прошла сегодня в Наринмаре. В регламенте внеочередной сессии всего два вопроса. Предлагается предусмотреть проведение заседаний собрания депутатов и его органов в дистанционном формате в режиме аудио- и видеоконференц-связи. Как отмечается в пояснительной записке, практика внесения аналогичных изменений уже имеется в Российской Федерации. Например, заочное голосование и проведение заседаний в режиме ВКС практикуются в Ямало-Ненинском автономном округе. Вот в сегодняшний день по всей России ввели такой режим повышенной готовности. То есть изолировали определенные количества, в том числе мы попадаем с вами в определенную группу риска, так называемую. Жизнь не останавливается, чтобы обеспечить работу, нормальную, хорошую работу, не остановить работу депутатского корпуса, рассмотреть возможность проведения именно в таком режиме, в режиме видеоконференц-связи. Основная цель таких изменений – создать условия для легитимного принятия решений в удаленном режиме, поясняет председатель собрания депутатов Александр Лутовинов. Регламент дополняется новой главой – форма проведения заседания собрания депутатов и его органов. Она определяет процедуру проведения заседаний. Депутат, если он находится удаленно, в силу тех или иных причин, он может непосредственно принимать участие в работе сессии. И, соответственно, принимать решения по тем вопросам, которые там будут означены. И это касается и других форматов. И, кроме того, это касается и тех, кто принимает участие в той или иной работе, которую я уже обозначил. Поэтому это и приглашенные, это и докладчики, это наши департаменты и так далее, и так далее. Вместе с тем устанавливается, что в повестку дня сессии, проводимой в режиме ВКС, с ней могут быть включены отдельные вопросы, в их числе вопросы принятия и изменения устава округа, бюджетные вопросы избрания губернатора Ненецкого автономного округа на должность собранием депутатов округа, вопросы, решения по которым принимается собрание депутатов путем проведения тайного голосования. Я считаю, мы не только сейчас один вопрос решили по участию депутатов, чтобы они максимально принимали участие в данной работе, а такой же формат есть, вы знаете, когда депутат оставляет голос, и председатель мандатной комиссии озвучивает позицию депутата по тому или иному вопросу. А сейчас мы что будем делать? Он может не только оставлять свой голос, но принимать участие и в обсуждении. Кроме того, в режиме ВКС не могут рассматриваться вопросы о назначении на должность мирового судьи, членов избирательной комиссии и принятии решений о досрочном прекращении их полномочий. Такие же ограничения и в отношении счетной палаты Ненецкого автономного округа, а также по вопросам назначения выборов и референдумов. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Сухие пайки для учащихся льготной категории Ненецкого округа дежурной группы в детских садах. Сегодня заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Наталья Сидорова рассказала журналистам о том, какие изменения в сфере образования грядут на следующей неделе и в ближайшей перспективе. В частности, речь шла о льготном питании учеников начальной школы и выплатах за классные руководства. Школьникам Ненецкого округа, которые относятся к так называемой льготной категории, со следующей недели начнут выдавать сухие пайки. Этот вопрос сегодня обсуждался в ходе видеоконференц-связи с в Рио губернатора региона Юрием Бездудным. Сейчас в округе 40% учащихся относятся к такой категории. Наборы сформированы и согласованы с Роспотребнадзором. Что касается сельских школ, здесь процесс будет организован иначе. Здесь принято решение, что дети будут питаться в школах. Дети будут питаться в школах, школами будут составлены графики. Дети будут приходить небольшими группами, с учетом всех мер по недопущению распространения коронавируса на территории школ и муниципального образования. На следующей неделе школьники продолжат учиться дистанционно. В детских садах будут работать дежурные группы. Если в понедельник наполняемость в дежурных группах была порядка 50 человек, это было 8 дежурных групп, то на сегодняшний момент это уже 150 человек, 12 дежурных групп. То есть родители постепенно приходят и запрос на самом деле есть. Но на следующую неделю мы оставляем все дистант и дежурные группы. Добавлю, с 1 сентября Ненинскому округу выделено порядка 27 миллионов рублей из федерального бюджета на выплаты за классное руководство. А на следующие и последующие учебные годы по 81 миллиону рублей соответственно. То есть с 1 сентября классные руководители будут получать дополнительно по 5000 рублей с учетом районного коэффициента. Исходя из того, в каком муниципальном образовании работает у нас педагог, у нас разные коэффициенты установлены на территории Ненинского округа, поэтому это начинает от 11 до 13 тысяч рублей. Соответственно, это я уже говорю, сумма чистыми на руки. И вторая заявка по выделению округу финансовых средств по питанию младших классов, 1 и 4 классы. Этот вопрос также реализуется в рамках послания президента. Была проведена большая работа, так как наш регион изначально не попал в перечень за высокой бюджетной обеспеченности. На сегодняшний момент подготовлен проект правил, и нашему субъекту выделяют чуть больше 6 миллионов рублей. Речь идет о 4 месяцах, начиная с сентября этого года. Расчет происходил исходя из уровня софинансирования. 62 на 38 процентов из расчета 2800 учеников начальных классов. Школы Нинецкого автономного округа возобновили дистанционный режим работы. Уже четвертый день уроки в регионе идут посредством различных образовательных платформ и мессенджеров. Подробности далее. Второклассник Арсений Выучейский сегодня разбирается с новой темой – глагол. Учитель для дистанционной работы с учениками присылает задания и ссылки на видеоуроки. Арсений занимается усердно, но искренне мечтает вернуться обратно в школу. Мне дома скучно. Конечно, я хотел в школу идти, мне ребятам скучно. При такой форме дистанционного обучения огромная нагрузка ложится на плечи родителей. Ты сейчас послушала ролик про глагол, да? Давай еще правила повторим. Что такое глагол? Мама Арсения по совместительству журналист телеканала «Север» в эти дни сама переквалифицировалась в педагога. Ведь каждую новую тему приходится дополнительно объяснять, а это не всегда просто. Ну, например, вот если с русским языком у нас еще все хорошо получается, потому что, ну, с русским у меня у самой в школе было хорошо, то с математикой, конечно, сложно, потому что, во-первых, некоторые задания просто непонятно, как выполнять. И, например, мы начинаем их делать вместе, а Арсений говорит, что в школе мы делаем не так. И, конечно, сложно, не знаю, методику преподавания, ну, того учителя, который их учит, как-то по-другому учить ребенка. Музыкальная школа, которую посещает Арсений по классу баяна, также перешла на дистанционное обучение. С преподавателями теперь юный музыкант тоже общается при помощи интернет-мессенджеров. А вот сейчас слушай. Раз. И если раньше домашнее задание отнимало у родителя от двух до двух с половиной часов по вечерам, то сейчас приходится посвящать урокам практически весь день. Когда он учился в школе, у нас там уходило на выполнение уроков, ну, два часа – это прям вот максимум. То есть приходили там, часов в пять садились, всем у нас уже все было готово. Здесь мы как вот проснемся, часов с десяти начинаем, и это может длиться там в течение всего дня. То есть, конечно, я делаю перерывы какие-то, то есть там где-то мы сделали один предмет, сходили там погуляли, например, или там пообедали, ну, и приступаем к другому предмету. Ну, почти весь день мы учимся, получается. Итак, доброе утро, шестой Б-класс. Начинаем занятия по истории России. Тема сегодняшнего занятия – Батыева нашествие на Русь. А так проходят уроки в средней и старшей школе. Любовь Торопова, учитель истории высшей категории, проводит свои занятия на платформе Zoom для учеников пятых, шестых и десятых классов. На этом ресурсе учителей учили работать на протяжении вынужденных каникул. Он позволяет не только общаться с учениками, но и показывать презентации и видеофрагменты. С нами провели весьма неплохое обучение. Соответственно, платформа Zoom на сегодняшний день – одна из самых удачных и самых понятных, интуитивно понятных платформ, которая позволяет в конференцию включать до 100 человек. Соответственно, класс, в котором в среднем 25 человек, вполне неплохо помещается. Самая главная трудность, признается Любовь Олеговна, – качество интернета. Когда в 10 утра на первый урок все ученики одновременно входят на эту платформу, происходит обвал связи. Причем, как ни странно, в первый день не было никаких проблем, уроки прошли прекрасно. А вот на второй день проблемы начались. Может быть, кто-то, кто не успел подключиться, они все и подключились. И в итоге на второй день у нас зависало, детей все время выбрасывало из урока, потом мне их приходилось дополнительно загружать. И поэтому сегодня, например, в три часа я провожу урок для тех, кто не смог попасть на урок вчера. Надо отметить, что проблемы, с которыми столкнулись педагоги и ученики всех учебных заведений, одинаковые. Основные из них – медленный интернет и невозможность выйти на определенную образовательную платформу. Наверное, самая большая трудность, когда встали практически все образовательные платформы, в самом начале дня это было неожиданно для учителей, для детей. Но по ходу дня как-то все разрешилось достаточно быстро. Некоторые учителя перенесли свои уроки. Очень хорошо учителя работали на платформе Zoom, то есть вели онлайн-уроки. Детям тоже очень нравилось. Между тем, среди учеников есть такие, у кого нет технических возможностей выходить в интернет и подключаться к онлайн-урокам вместе со всем классом. В этих случаях школы обещают индивидуальный подход. Да, такие тоже есть. И это решается, естественно, индивидуально посредством мессенджеров. То есть общаются и с сообщениями, и учителя звонят. То есть все решается индивидуально. Проблемы учителей и школьников услышаны. По поручению в Рио губернатора Ненецкого округа уже 7 апреля силами Ненецкого информационно-аналитического центра был развернут сервер для предоставления профессиональной видеоконференц-связи для учителей и учеников. До конца этой недели проблему обещают решить. Объясним, каким образом это можно реализовывать. И как наше предложение давать уроки, например, для 4-х классов. Там математика, один педагог на большое количество учеников. Приложение, оно совершенно бесплатно. Оно адаптировано под условия и низких скоростей интернета, и у кого дома хороший интернет, для хороших скоростей интернета. То есть мы проведем развернутую работу, дадим доступ и предоставим возможность непосредственно этим пользоваться. Кроме того, жители региона просят во время просмотров интернет-фильмов немного занижать качество изображения. Вроде бы кажется, я один, ничего нет. Если вы, 5, 10, 20, 100 человек, включат не максимальное расширение по фильму, который вы смотрите, а чуть пониже, то действительно существенно сыграет общую роль по предоставлению тех или иных услуг, в том числе и видеоконференции для детей. Вместе с тем все участники дистанционного обучения надеются, что скоро они смогут перейти к живому общению в привычных классах, за партами и около школьной доски. Ольга Руссул, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Сотрудники правопорядка работают в режиме повышенной готовности. О том, какие мероприятия проводятся службами правоохранительных органов, расскажет Наталья Дуркина. Сотрудники ОМВД работают в штатном режиме. Приостановлены проверки государственного надзора и личный прием граждан. Также ведомство определило нерабочие дни для определенных категорий сотрудников. Это лица старше 60 лет, беременные женщины, матери-одиночки, матери, которые воспитывают без супруга детей в возрасте до 14 лет, женщины, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, также при условии, что второй родитель является сотрудником органов внутренних дел. В целях контроля над оперативной обстановкой организовано дополнительное задействование личного состава управления путем увеличения в полтора раза плотности рядов, привлекаемых на охрану общественного порядка. Что касается работы с самоизолированными гражданами, то с 23 марта совместно с членами Добровольной народной дружины проводятся ежедневные проверки. Всего с 18 марта выявлено 9 фактов нарушения сроков самоизоляции. Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу в целях недопущения фактов самовольного оставления мест самоизоляции проводятся проверочные мероприятия по месту жительства самоизолированных граждан, в ходе которых разъясняются меры личной и общественной профилактики заражения заболеванием. Всего за время мероприятий проверено 273 гражданина. Что касается управления Росгвардии, то работа ведется в штатном режиме. Личный состав управления обеспечен средствами индивидуальной защиты. В период проведения мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, Управление Росгвардии по Ненецкому автономному округу работает в штатном режиме. Военнослужащие и сотрудники территориального органа в полном объеме выполняют задачи, возложенные на войска Национальной гвардии Российской Федерации. В том числе совместно с сотрудниками региональной полиции участвуют в оперативно-профилактическом мероприятии для информирования граждан о мерах предосторожности. С 1 апреля и до особого распоряжения окружной центр лицензионно-разрешительной работы осуществляет личный прием граждан исключительно по предварительной записи через единый портал госуслуги или по телефону 4-69-60. Наталья Дуркина, Телеканал Север. Такова информационная картина дня. Берегите себя и своих близких.